Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Итак, кто спешит, тот фух, убегает, а кто не спешит и хочет открыть для себя что-то духовное, что-то духовное, которое поможет вам не только в радости жить, но и исцелять, останьтесь, пожалуйста, я думаю, что для вас это будет интересно. То есть, смотрите, мы готовимся сейчас к Рождеству, и Рождество – это не просто приготовление к празднику, вот купить то-то-то, вот сделаю то-то-то, и своим родным и близким сделаю подарки то-то-то. Нет. Рождество – это не про это. Понятно, что это радость, и эту радость нужно исполнить дома, обязательно его нужно исполнить дома. Но, дорогие мои, самая главная мудрость Рождества заключается не в том, а вы спросите, ну в чём? А в том, чтобы проявить свои самые лучшие качества. Вот тут вы можете показать себя. Это участливость, это милосердие, это любовь. Вот секрет, в чём заключается философия Бога. Вот ту любовь, которую вы хотите себе, вот то милосердие, которое вы получаете от Бога, вот то сострадание, которое вы получаете, попробуйте дать кому-то. Вот это большая философия. Вот попробуйте, особенно вот в это время, в этот период. Почему особенно? Это период холодный, это период конец декабря, начало января. Это непростой период для многих. Именно в этот момент покажите своё участие в жизни какого-то одинокого, или малоимущего, или просто соседа, или пожилого, или вдовы. У вас вокруг вас сто процентов найдётся двенадцать человек. Попробуйте благословить двенадцать человек. Я не просто так об этом говорю, потому что я открыла это в Библии. Уникальное открытие сделала я. И вот если вы в канун Рез-2, Рождества, сделаете, осчастливите двенадцать человек, вы скажете, ну как, ну как? Например, даже купите тот же килограмм лука, килограмм морковки, килограмм или баночку горошка, баночку, то, что мы в салатик кладём, да, баночку кукурузы, просто, и отнесёте. Кому-то баночку кукурузы, кому-то баночку горошка, кому-то просто хлебобулочные какие-то изделия, кому-то коробку конфет, кому-то килограмм ирисок, кому-то ещё что-то, в общем, кому-то просто носочки на дверь повесите в упаковочке, кому-то рукавички, кому-то просто шарфик. Ну попробуйте. Двенадцать человек. И запишите туда. Вас любит Бог. Вы знаете, у многих людей, неимущих, каким-то чудодейственным способом появлялся хлеб, и делали это руки человечьи. Но Бог их на это, скажем так, Господь их на это проводил, сопроводил их Господь именно вот к этой двери повесить подарочек к Рождеству и написать там «Бог любит вас». Что у вас происходит в этот момент, когда вы занимаетесь вот такими именно делами, именно делами божественными? Это дела милосердия, то, что на английском называется charity. Когда вы это делаете, вы открываете каналы для работы Божьей в вашей жизни. А он вам в тысячу раз больше сделает. А самое главное, благодать ещё получите через детей и через внука. Как жаль, что в СССР не было открыто, а наоборот закрыли, закрыли все эти каналы. Это ж так работал бес. Он закрывал все каналы, чтобы вы даже близко не могли себе подумать, что можно взять Священное Писание, Слово Божье, открыть и напитаться оттуда Словом Божьим, которое вас пропитает, и открыть некоторые секреты, которые начнут работать в пользу вас. Нет. Вас держали вот так, в страхе. Почему? Потому что страх – это орудие сатаны. Лишнее не скажи. Лишнее не купи. Лишнее себе не позволь. Даже назначали, сколько квадратных метров должна быть дача, либо её вообще не должно быть. Я это хорошо помню. Я анализировала и делала, ну почему так? Почему нас загоняли вот в эти рамки несвободы? Мы не были свободными. Мы не могли себе позволить поехать посмотреть мир, погреться на солнышке в Египте, увидеть эти необыкновенные чудеса, которые Господь показал, там, пирамиды Эхиопса или ещё какие-то интересные уголки мира, послушать уникальнейшую музыку в театре Ласкале или же прогуляться по улочкам Парижа. Нет. Нас держали под замками. Почему? Да потому что никогда бес не хотел для нас добра. Добро, а мы сами отвернулись от Всевышнего. Мы просто от Него отвернулись. А если вы отвернулись, насильно мил не будешь. Это, знаете, это правило Библии. Насильно мил не будешь. Это правило библейское. Не хочешь? Пожалуйста. И как только вы не хотите поставить себя под власть Божью, а отдаёте себя под власть Сатаны, именно в этот момент на вас набрасываются огромные бесовские силы. Вы их не видите, но они уже сразу начинают действовать в вас. И как они действовали, мы видели 70 лет. Так вот, дорогие мои, я открыла для себя вот такой поток благословений, который происходит именно когда вы вот в этот зимний период. Это конец декабря, начало января. Делайте благословения, например, я говорю, минимум 12. Сделайте больше. Но именно в это время найдите 12 человек. Не надо говорить, что это я вам дарю. Не надо. Повесьте им на ручку вот этот подарочек. Туда положите что-то нужно. Или питание, или, как я вам уже перечислила, что. И напишите туда записку. Бог любит вас. Больше ничего не надо. Больше ничего не надо. И вы в этот момент, в эту секунду открываете канал в своей жизни. И вот когда вы открыли канал этот, дальше вы можете действовать после этого. А не когда вы ходите, например, бьетесь об какую-то икону головой, ставите каждый день свечки, и говорите, я каждый раз хожу в церковь, вот я ставлю туда, свечу туда, туда. Да не работает Слово Божье так. Не работает. Вы не открываете двери. Нет. Вы, молитва, открывает двери для Бога. Но вера написана в Библии. Без дел мертва. Вы верите? Да, она у вас есть, но она мертвая. Она мертвая. Знаете, вот как зерно пшеницы. Вы берете, если дома, вот вы собрали зерно пшеницы, если вы его положили дома и забыли, оно мертвое. Но если вы взяли эту пшеницу, и посеяли, оно пробудилось, пошло, и от этой пшеницы пошло несколько. А от того колоска еще, еще, еще. И пошло бурлить жизнь вечности. И пошло пробуждение любви, благодати. Вот так закон сеяния жатвы работает. Только так вы откроете вот эту волшебную ключ, вот эту волшебную дверь. И вот этот ключ я подобрала. И я, конечно же, делюсь с вами тут же. Именно эти дни перед Рождеством, предрождественские, они считаются благотворительными. Идите в клиники, в больницы, к одиноким людям. Найдите этих одиноких людей, которые мне приходят. Благотворите им. Благотворите им. Благотворите одиноким рядом живущим. Благотворите им. Благотворите тем, кому просто хотите подарить тепло и любовь свою. Неважно имущие, немало имущие, какие каждый человек хочет. Солнышко и тепла. Каждый человек. Независимо от того, что он имеет или не имеет. Но более нуждаются, конечно, ещё и сироты. Благотворите им. Благотворите, кому трудно жить, тяжело жить. Благотворите им. И вы посмотрите, как колесо завертится. Но со словами не от себя. Вы же узнали, от меня заразились. Я узнала это. Из слова Божьего. Я делюсь с вами. Вы поделитесь с другими. И пошло, пошло, пошло. И вот эта любовь, вот она насытит вас. Она насытит ваших детей. Она насытит ваших внуков. И преисполнит. Это будет вытекать постепенно, на всё своё время. Оно будет вытекать. И вы будете думать, ой, откуда ж? Надо ж, как Бог меня любит. Я всегда так говорю, как Бог меня любит. Но я знаю, что Всевышний, у него чёткая философия идёт. Он любит мудрых, послушных и деловых. Лентяев он не любит. Ленивых нет. Людей, занимающихся воровством, мерзостью, он не терпит. Для него это мерзость. Людей, которые только к себе, себе, себе и всё. Такие тоже, это не его люди. Это люди, ещё люди, которые говорят, да у меня у самого мало. Вы знаете, я научилась давать, когда у меня вообще ничего не было. Вот тогда именно я научилась делиться. А что-то появилось, я этим делилась. А что-то появилось, я этим делилась. Я не ждала, пока появится. У меня есть что-то, я это что-то поделюсь обязательно, сделаю приятное. Когда появилась возможность больше благодарить, благословлять людей, я стала больше делать благословения. Когда появилась возможность ещё больше, я стала ещё больше. Таким образом, вот это благословение, вот это вот пшеница, пшеничное зерно, которое попало в благодатную почву, оно начало прорастать. Именно в этот момент, благословляя, вы получаете понятие от Всевышнего, что вы занимаете царственное положение. Вы занимаете царственное положение в этом мире, вы не ослышались, как Давид. Он был обыкновенным человеком, обыкновенным. Но Господь сказал, ты будешь царём, царём израильским. Ты будешь царём. И Давид, у мусульман это Дауд, у христиан это Давид, у израильтян тоже Давид. И Давид, он это принял. Он сказал, сначала он колебался, да как, какой я царь, да? А потом, он это принял, что он должен стать царём израильским. Я царь, я представляю, что он говорил, я царь, я буду царём, хотя ещё не говорю, я царь. Он это принял, и когда он принял, он был наделён силищей. Точно так работает это у нас. Когда мы это принимаем, мы наделяемся силой. Вы должны понять, что вы имеете царственное положение. Вы должны это принять умом и всем сердцем. Но вы это можете принять, когда вы подкрепляете эту веру действиями. Если вы сидите и говорите, ой, как мне плохо, ой, у меня голова, ой, у меня того нет, ой, у меня сего нет, ой, а у того вот такая машина, а у меня такой машины нет, ой, а у меня платья такого нет, а у меня так... Вы не царственное положение. Вы робчите. А когда вы робчите, вы раздражаете своих родителей. Правильно? Когда вы говорите, ой, мне не нравится. Она, мама испекла торт, дала тебе кусочек вкусного торта, вы съели и недовольно говорите, ой, а вот мне вот это не нравится тут, ой, а мне вот это не нравится. Другой раз испекла мама торт, дала вам кусочек сладкого торта вкусного, вы попробовали, ой, а мне вот это тут не нравится. И никогда не умеете благодарить. Вместо того, чтобы принять с радостью, с благословением, с благодарением, вкусить и потом испечь и своим угостить, вы должны занимать царственное положение. Вы должны понять, что вы сын царя-царей или дочь царя-царей. И вот когда вы это примете, как это сделал Давид, вот тогда открывается эта царственная сила. Вам ее Господь дает. Он говорит, время пришло, я наделяю тебя этой силой. Я это знаю на своем примере. Именно тогда я получила эту силу, когда я приняла его всем сердцем. И вот у вас сила. Благословляйте. Таким образом, вот он этот ключ. Вы подкрепляете свою веру действием. А раз вы это действие вы даете, вы уже не в качестве просителя, а вы в качестве давателя. А просить вы можете у Отца Небесного. И он вам даст еще, и еще. И не нужно себя воздерживать в прошениях. Просите все. Не нужно, ну вот мне только вот еще чуть-чуть, вот чтобы тот... Да не надо чуть-чуть. Не надо чуть-чуть. Я не просила одну беседку. Я просила у Бога, чтобы у меня был каждый уголок неимоверно красивый, благословеннейший, красивейший. И сейчас прошу Господь, те уголки, которые еще у меня не украшены, помоги мне, Господь. Что мне нужно доделать, Господь? Помоги. А Господь знает, я в молитвах, даже самую мелочь прошу у Отца Небесного. Но когда вы даете, вы даватель. Вы даватель. Вы уже на другом уровне. Вы не просите. Я знаю людей, которые многие годы ходят в церковь и вечно попрошают ничего. Вечно, вот, знаете, даже посмотрите храм. Возле многих храмов сидят вечные попрошайки. Они не являются давателями. Они всегда попрошают. У них уже это как работа. А я знаю других людей, которые также, я знаю их, есть люди с ограниченными возможностями, но с неограниченным сердцем. У меня есть такая подруга Светлана. Она никогда ко мне не приехала без подарочка. Она какой-то подарок. Причем такой, который вот сердце радуется. Понимаете? Она человек с неограниченным сердцем. Может быть, какие-то у нее есть ограниченные возможности. Но когда я с ней общаюсь, я просто у меня подружечка такая, Светочка есть. Забываю. Я не обращаю внимания. Я ее не воспринимаю, как там с ограниченными. Она у меня с неограниченными возможностями. Также ее супруг великолепнейший, великолепнейший Володя. Поэтому я говорю Богу спасибо за таких людей, которых посылает мне Господь. И вот, дорогие мои, вот так это действует. Я, наверное, с вами заговорилась уже. И как это в жизни еще работает? Смотрите, вроде бы как бы вы верите, но вы не понимаете, что у вас царственное положение, вы наделены особой силой. И вы это не воспринимаете. И вы просите об исцелении Бога. И вы молитесь, молитесь в молитве. Все, стоите упорно в молитве и просите. Но вы постоянно себя ощущаете больным. И дальше на следующий день вы уже, опять вы не верите, что вы уже исцеление получаете. Вы дальше продолжаете опять эту же молитву. Опять, ну вот Бог, вот Всевышний, я тебя прошу. Вы же уже за это помолились. Господь знает уже мысли наши. А когда мы в молитве это произносим, тем более. Теперь верьте, что вы уже получаете. И вы получите. Верьте, что вы это уже получаете. Царственно. Вы тогда, вы занимаете царственное положение. Вы верите с этой веры, с момента молитвы. Все, вы уже это получаете во имя Иисуса Христа. И уже начинайте видеть себя исцеленным. А если вы себя видите вечно больным, вот тут болит, там болит, ой, это ж надо пойти. И врач вам разворошит, разворошит такое. И такое откроет еще по ходу, пока вы будете делать один анализ, второй, третий. И выпишет вам такое, и угробит вообще вот такое. И вы себя, вы просто замкнете на этом. Это у вас отнимет больше времени. Это у вас отнимет очень много сил. Я не совсем уверена, что прибавит здоровье. Мы знаем, что со временем мы не уменьшаем лета. Мы прибавляем с каждым годом лет, лет и лет. Но каждый день, проведенный в Боге с радостью, и когда вы являетесь царственной особой, и принимаете вот это, воспринимаете царственное положение, а не положение какого-то попрошайки вечного. Нет, царственное положение. И являетесь давателем, вот тогда вы раскрываете все, раскрываете все каналы для того, чтобы свободно Бог работал в вашей жизни. Вы раскрываете молитвой, открываете двери для Бога. Вы раскрываете тем, что вы жертвенный человек. Особенно, я еще говорю, вот этот канун Резва, Рождества, именно конец декабря, начало января. Вы не откладываете, да, потом когда-нибудь. Нет, нет, сейчас и сразу. И если вас побуждает сердце после этого видео кому-то пожертвовать, если вас побуждает сердце кого-то ободрить, если вас побуждает сердце за кого-то помолиться, не откладывайте, делайте это немедленно, потому что хороша ложка к обеду. Это тоже библейская истина. Когда вы здесь и сейчас, вот сейчас вы это сделаете. И когда этот человек может использовать вашу баночку горошка, вашу баночку фисташек, порадовать свое сердце, или вашу баночку оливок, или сыр кусочек, хлеб и так далее, что вы можете, чем вы, или овощи по килограммчику, которые вы купили. Человек сейчас, перед Рождеством, это сделает и себе что-то накроет, и будет говорить «Слава Богу! Слава Богу! Мне так приятно! Слава Богу!» Откроет и прочитает. Бог любит тебя. Вот так это работает. И если вас это побуждает, делайте, делайте, но только самое главное – не откладывайте, не откладывайте. А я люблю вас, здоровья вам, благословений господних вам, они потекут к вам, наблюдайте за собой, посмотрите, как жизнь меняется. Оставайтесь с нами в общении, пишите мне, как у вас чудеснейшим образом происходили какие-то изменения в жизни. Как у меня жизнь перевернулась полностью, но только с того момента, когда я полностью распахнулась Богу. А распахивалась я, вот и рассказала как. Здоровья! Пока-пока!